В музыкальной школе номер пять прошли прослушивание талантливых детей. В набережные Челны приехали для этого московские специалисты, педагоги филармонии и консерваторий. Отбор проходит в рамках всероссийского конкурса «Новые имена России». Подробности в нашем материале. Рауль Самарин виртуозно играет на балалаке. Но в детстве он мечтал стать гитаристом. Однако конкуренция была слишком большой. По словам юного музыканта, как альтернативу предложили балалайку. И вот уже девятый год он не расстается с инструментом. Первый год вообще не нравилось. Прям хотел уйти. А потом дали мне произведение одно, очень красивое. Мне очень понравилось. И дальше пошло-поехал. Первый конкурс. И так по накатанной пошло. Сейчас уже не могу просто оторваться и набирать инструменты. Рауль один из тех, кто претендует на стипендию благотворительного фонда «Новые имена». Заявок было более 40. И вот комиссия первого тура отобрала 13 лучших из лучших учащихся. К ним добавились 5 стипендиатов 2020 года. И вот сегодня 18 человек пытаются победить в этом конкурсе и стать стипендиатом 2021 года. 13 музыкантов отобрались со всего языками. Но так случилось, что попали в это число только челнинцы. В зале, где свое мастерство показывают юные дарования, должно быть максимально тихо. По словам организаторов, музыканты могут отреагировать на любой шорох. И это скажется на результате. Шанс есть у всех, даже у тех, кто играет плохо. Потому что если ты сыграшешь хорошо, но бездушно, это будет считаться как ошибка. Можешь сыграть с ошибками, но с огромной душой. В музыке сама душа тоже имеет огромную роль. Я был стипендиатом в том году. И для меня это очень важно, подтвердить свой статус. В этом же году готовился весь этот учебный год. Победители конкурса получат приглашение в Международную летнюю творческую школу. В Суздаль съедутся лучшие музыканты со всей России.